Известный писатель Вы можете научиться Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Ратти, привет! Привет, Верений! Мы с тобой вчера созванивались по скайпу и ты хотел предложить пообщаться сегодня на тему жизненной усталости. Я думаю, что эта тема действительно очень хорошая и она послужит своеобразным, наверное, продолжением нашего разговора предыдущего на тему молодости. Да, когда мы с тобой разговаривали на тему молодость, у нас возник вопрос по поводу усталости. Ведь если человек устал, наработал налет усталости, то с некоторой вероятностью ему и не захочется жить долго, стремиться к вечной молодости. Поэтому я думаю, что есть необходимость обсудить тему усталости и, возможно, обсудить некоторые аспекты, которые влияют на усталость и как убрать эту усталость, избавиться от нее. Если посмотреть на проблему с самого начала, то есть когда у ребенка еще нет этого налета усталости, то можно, наверное, найти какие-то ключи к проблеме. Но когда человек в первый раз начинает нарабатывать усталость? В школе или, может быть, раньше? Видишь, ну я, в принципе, с тобой, опять же, как говорится, в этом аспекте согласен, что у детей она усталость проявляется по-своему, да? И если, как говорится, взять на чашу весов и постараться посмотреть на усталость ребенка и на усталость человека, ну уже взрослого человека, можно сказать, что эти две усталости, они будут разные, да? У ребенка усталость, она больше проявляется в физической какой-то нагрузке, да? То есть усталость от слишком длинного рабочего дня, от нагрузки, которая на этого ребенка, именно больше даже физическая нагрузка, да, как бы обрушивается в течение этого дня, вот. А у человека, который уже, как говорится, имеет какой-то определенный жизненный опыт, у него как бы усталость и физическая, да, она выходит тоже на одно из первых мест, но и также, я бы сказал, проявляется более контрастно уже усталость как бы интеллектуального, умственного плана. Вот поэтому я бы сказал, здесь, в принципе, то есть разница, да, усталость ребенка и усталость уже взрослого человека. Интересно то, что мы с тобой сейчас будем говорить о том, что, как убрать эту усталость, но ведь проще было бы, в принципе, ее не создавать. Ребенок рождается, он стремится к чему-то, ему интересны многие вещи, у него свежие чувства, свежие эмоции, свободна память, но проще было бы ее не забивать в школе, не забивать в институте. Я думаю, что множество предметов, которые изучаются, они, в принципе, не нужны. Сколько всего я изучил и в школе, и в институте, но процентов 90 я просто уже не помню, и как бы я этим даже и не пользуюсь. Знаешь, вот я тебя сейчас внимательно очень слушал, и у меня как бы промелькнула сразу же такая мысль, что если вообще возникает состояние усталости, значит, в действительности что-то где-то у человека либо сделано не так, либо назрела какая-то уже ситуация и обстановка, даже, я бы сказал, необходимость избавляться от этой усталости. Кто-то, как говорится, начинает уделять время отдыху, кто-то начинает уделять время каким-то своим личным, ну, возможно, наработкам, это творчество, может быть, да, хобби, о котором я говорил. Вот, то есть я понимаю, что если возникает усталость, значит, её необходимо убирать, потому что любая усталость, даже я вот как бы когда вникаю, да, вот в это вот слово, слушаясь повнимательнее, я как бы слышу «у» — усталость, да, как бы «у» — остановился, то есть у чего-то человек остановился, то есть что-то его начало останавливать, затормаживать. Ну, и я так думаю, что по логике, в принципе, сразу же становится понятно, если человек останавливается, значит, он перестаёт развиваться, он перестаёт получать такое полноценное удовольствие от жизни. Вот, поэтому всё-таки, я думаю, действительно, эта тема, она важна, и надо понять, как эту усталость убирать, и почему она именно возникает. Когда мы закончили с тобой общаться на тему молодости, я как-то гулял в парке и думал над аспектами усталости, и одна из мыслей, которая ко мне пришла, это то, что случается так, что у человека есть какое-то желание или желание, но они могут просто не реализовываться. Он не может реализовать своё желание по какой-то причине. И эта энергия желания может накапливаться как усталость, как нереализованная, может отражаться как усталость в теле, как физический недуг, так и может выливаться в какие-то проблемы. Поэтому необходимо как-то работать со своими желаниями, если есть какие-то нереализованные. На мой взгляд, имеет смысл отвлечься от этого желания и попробовать пойти каким-то путём, посмотреть на проблему как-то со стороны. Известный пример, что когда муха пьётся об окно, зачастую форточка может быть открыта, но она эту форточку просто не видит. И ей бы вообще бы отлететь от окна и посмотреть, что вообще-то там форточка. А если бы она, ну если предположить, что муха не видит так далеко, то наверняка бы она могла почувствовать поток воздуха, который идёт из этой форточки. И подстроившись в него, она могла бы просто вылететь. Так и человеку с нереализованными желаниями, возможно, имеет смысл просто отодвинуться, отстраниться от проблемы, посмотреть на неё со стороны. И есть возможность реализации этого желания, либо начало пути к реализации. И тогда бы он смог бы решить проблему проще. Но если уже он чувствует, что энергия, нереализованная энергия желания накопилась в теле, то лучше её потратить до того, как она вылезет в какой-то интересный недуг. Можно побегать, заняться спортом, можно уложить энергию в творчество, написать стихотворение, нарисовать картину. Но в любом случае энергия будет потрачена с большей пользой, нежели если она просто пойдёт в болезнь. Видишь, я вот сейчас, опять же, тебя внимательно послушал, и как бы в твоих словах я услышал уже определённые подсказки того, как избавляться от усталости, да? Как её скидывать, сбрасывать себя. Вот, прежде всего, я увидел, что ты сказал важную, и, в принципе, я так понимаю, практически каждому человеку известную вещь, аспект такой, что если чувствуется усталость, необходимо отдыхать, да? То есть возникает необходимость отдыха. А отдых, это что такое? Это когда человек, он от своих активных действий, которые он предпринимает ежедневно, когда реализовывает какие-то свои желания, жизненные необходимости, он, когда уже чувствует, что накопилась эта усталость от его действий, он начинает отходить в сторону. То есть он отходит и отдыхает. То есть, как ты вот сказал в примере с мухой, да? Что если бы она отошла, а так, вернее, отлетела бы от окна подальше, возможно, она бы увидела эту открытую форточку и смогла бы без проблем вылететь на улицу. Вот так вот и здесь. Я думаю, прежде всего, да, очень важно понимать, что нужно, когда возникает усталость, отдыхать. Это один аспект, который я вот услышал из твоих слов. Ещё также я услышал, что ты порекомендовал, и я, в принципе, с этим соглашаюсь, что если у человека есть какие-то желания, их необходимо реализовывать. Ну, имеется в виду, конечно же, реализовывать в рамках разумного, потому что и желания бывают разные, да? Значит, прежде всего, нужно ставить, учиться правильно формировать и реализовывать свои желания. И если человек их реализовывает, значит, тогда этой усталости у него не будет. Правильно я понимаю, да? То есть, именно твою логику мысли. Да. Конечно же, я думаю, что здесь, кроме того, что, как бы ты уже сказал, да, высветил своеобразно, как определённые проблемы, которые формируют эту вот усталость, существуют, конечно же, и другие причины. Я вот, когда наблюдаю даже за собой, часто чувствую, что мне как бы не хватает личного пространства, возникает такая необходимость даже какое-то время побыть наедине, вот, поразмышлять, даже просто, можно сказать, пройтись по улице, но именно самому пройтись по улице, как бы почувствовать и улицу, и людей, и вообще всё, что вокруг окружает, выйти в это состояние, и чтобы, как бы, вокруг никого в этот момент не было, да, то есть, как бы, чтобы ничто и никто не мешал течению мысли. Вот я понимаю и чувствую, что именно вот такой аспект, он очень важен для каждого человека в разумных, естественно, рамках. То есть, каждому нужно, вне зависимости от того, ребёнок это или взрослый, необходимо личное пространство. То есть, как личное пространство имеется в виду по нахождению где-то в каком-то месте, так и личное пространство в мыслях, чтобы человек имел возможность побыть наедине сам с собой, поразмышлять. Личное пространство действительно важная тема. В принципе, лично я с ней сталкивался весьма часто, как и в семье, так и в отношениях, она всегда всплывает. Люди зачастую не учитывают, что у человека есть какой-то собственный мир, и пытаются влезть в него и заставить делать у человека то, чего он как бы не хочет, или что бы он делал так, как нужно другому человеку. Но в нашей стране зачастую с личным пространством вообще бывает сложно, так как зачастую в однокомнатной квартире может жить три человека, а может жить и четыре, либо в двухкомнатной квартире может жить пять человек, и человеку просто некуда деться. У ребёнка, например, может не быть собственной комнаты, ему приходится жить со взрослыми и постоянно сталкиваться и телами друг с другом, и энергетическим полем. А бывает так, что взрослые просто не уважают потребности ребёнка в личном пространстве. Например, на работе я общался с человеком, у него есть собственная комната, но она связана с балконом. И родители постоянно ходят на этот балкон и не дают человеку личной свободы, и он не может не поспать тогда, когда нужно, не что-то сделать. То есть постоянно есть ощущение, что дверь отправится, и кто-то войдёт. Психологи всегда говорят, что если сзади находится дверь, то человеку весьма сложно почувствовать себя уверенным, сидя на стуле. Поэтому если вы хотите выгнать гостя, то посадите его спиной к двери. Так и здесь получается, что когда дверь постоянно может открыться, то человек не может расслабиться. Поэтому, находясь в каком-то своём пространстве, он даже там не может расслабиться. Мне кажется, ещё тема личного пространства может возникнуть как между отношением жена и муж. То есть у мужа могут быть какие-то свои интересы, у жены могут быть свои интересы, и не всегда они могут пересекаться. Но почему бы каждому не заняться в какой-то момент своим? Не обязательно же всегда проводить время друг с другом, даже если это кого-то не устраивает. Например, психологи пишут о том, что у мужчины вообще должна быть своя пещера, в которую он может зайти, восстановиться, и эта пещера неприкосновенна. Поэтому должно быть какое-то личное пространство, которое должно уважаться обеими сторонами. Либо если это большая семья, то уважаться всеми. Действительно, если посмотреть на вот эту вот тему и проблему, я даже бы сказал, очень актуальную, личного пространства, она очень контрастно начинает себя проявлять, особенно в семьях, где есть дети, и дети разнополые. То есть даже физиологически уже возникает необходимость иметь разные комнаты. Хотелось бы еще к тому, что ты сказал, добавить, что бывает так, что семья в принципе живет в одной комнате, и ребенка некуда положить спать. Там может быть и кухня маленькая, и коридор маленький. То есть у ребенка нет своей комнаты, и получается он живет вместе с родителями. У родителей могут быть какие-то отношения, интимного плана, и получается, что накапливается усталость и такого характера, что им хочется вступить в контакт, но рядом ребенок. Получается, они не могут, и возникает вот эта вот и усталость от желания, и усталость от бессилия что-то сделать. Либо они это делают как-то очень тихо, и в итоге в принципе не расслабляются. То есть накапливается усталость и такого характера. Плюс вот это состояние напряженности вероятно может как-то переходить и на ребенка, который присутствует в этой комнате. Удивительно. Вот сейчас, слушая твои слова, я как бы почувствовал и понял, что очень важно для того, чтобы вообще усталость не возникала, важно иметь возможность, чтобы любое желание, оно практически моментально реализовывалось получается. То есть вот как ты сказал, у родителей возникло желание, они должны иметь возможность его реализовать. То есть чтобы вокруг или рядом с ними не было никакой помехи. Скажем, точно так же если взять там ребенка, если он вдруг хочет, ну не знаю, поиграть на каком-то музыкальном инструменте вдруг, а если это будет одна комната, естественно, он такое практически не сможет сделать, потому что вот этой вот своей игрой он начнет мешать другим людям. И получается тогда каждый начинает своеобразно ужиматься и искать какой-то компромисс. То есть ужиматься в своих желаниях, недореализовывать их, а это, естественно, начинает формировать даже внутреннее какое-то несогласие, противоборство, и все это выливается вот в это вот состояние усталости. И, как ты уже говорил, я думаю, действительно, и оно может выливаться, и если это будет уже как запущенное состояние в болезни. То есть очень важно, очень важно учиться и иметь возможность реализовать любое свое желание практически моментально, чтобы ничего не мешало. Захотел побыть наедине, написать стих, да, значит, человек должен иметь возможность побыть наедине и написать стих. Вот. Захотел там сделать какую-то работу, опять же, возможно, даже и ремонт, вот у человека вдохновение, да, вот, и пусть он там делает тогда ремонт, или у жены там, скажем, появилась какая-то возможность и опять же желание порукодельничать или же что-то связать. То есть никто и ничто не должен мешать ей. То есть она должна иметь возможность сосредоточиться, возможно, возможно, включить для себя какую-то легкую музыку, да, то есть получается, желание одного человека как бы не должны конфликтовать с желаниями других людей. И тогда уже, даже благодаря этому, как бы не будет почвы для формирования и нарастания усталости. Кстати, вот я даже, когда сейчас слушал тебя, да, вот и мы с тобой думаем о теме личного пространства, о теме усталости, мне почему-то вспомнился такой случай, в принципе, я думаю, он известен практически в каждой семье, где есть дети, что периодически родители, они очень явно чувствуют необходимость отдыха даже не только от своих детей, но и даже необходимость отдыха, скажем, от жены, то есть на какое-то время, да, возможно, это будет мужская компания какая-то своя, равно как и у женщины, это, в принципе, это получается и должна быть какая-то своя женская компания, где она может в этот момент расслабиться настолько, что она забудет о детях на какое-то время, о муже, я считаю, это нормально, то есть нельзя возводить вот такой какой-то отдых, даже одного человека от другого в ранг какой-то проблемы, вот, я считаю, здесь надо прежде всего именно понимать, да, что если человек не будет иметь этой жизненной усталости, значит, у него будет тогда и счастье в жизни, будет ощущение гармонии, будет устремленность, и естественно, когда люди будут снова, как бы вечером встречаться, да, в кругу семьи, они будут не скидывать друг на друга какие-то раздражения, а наоборот будут делиться любовью, то есть будут делиться взаимопониманием, возможно, даже каждый будет делиться каким-то опытом, который он смог наработать за день, интересные ситуации, интересные случаи, то есть, я так думаю, это даже будет интереснее жить, интереснее общаться, это будет и развитие семьи, и развитие каждого члена этой семьи. Интересно, вот я тебя слушал, картина интересная вырисовывается какого-то идеального мира, но возникает вопрос, как достичь такого состояния, либо должна измениться политика государства, чтобы у людей, как минимум, не было проблем с жильем, либо должно измениться что-то в жизни самого человека, ведь есть такая тема как свобода доступа, то есть, насколько человек может быстро реализовать то или иное желание, связанное это либо с деньгами, либо связанно с чем-то еще, ведь не все вещи можно купить за деньги, то есть, у человека эта возможность свобода доступа должна быть, но она нарабатывается каким-то другим способом, либо должна быть свобода доступа у каждого человека на этой земле, то есть, это уже общемировая политика, и вопрос, вот это не свобода, вот эта усталость, вопрос, откуда она появляется, извне, или это несостоятельность самого человека, ведь эту усталость могут программировать и сверху, возможно, кому-то это выгодно, и не каждый человек может выбраться из такой ловушки, в которую вас специально сажают. Практически в начале нашего разговора я упоминал о том, определенный вывод, к которому пока я тебя слушал, я прикоснулся, почувствовал рациональное зерно в этой мысли, о том, что если возникает усталость, значит, что-то где-то неправильно, то есть где-то что-то нелогично. И поэтому, как бы я тебе ответил, даже не ответил, в принципе, продолжил бы твое размышление, я думаю, что прежде всего, как бы решение именно вот этого аспекта снятия усталости, да, оно зависит и от государства в каком-то аспекте, но прежде всего, я считаю, что это зависит от понимания каждого человека, то есть надо начинать себя, каждому человеку нужно начинать себя, понять, что прежде всего состояние усталости возникает от того, что он, этот человек, не может реализовать какое-то свое желание максимально быстро, максимально легко и в максимальном объеме, так, как он его задумал. И, соответственно, я думаю, что если человек начнет понимать эту истину, он начнет задаваться вопросом и понимать, что точно так же каждый человек тоже имеет свое собственное индивидуальное поле развития, свою собственную жизнь. И нельзя мешать ни одному человеку развиваться. Наоборот, надо помогать, надо уважать пространство тех же людей, родных, близких, друзей, которые вокруг. и я думаю, что если начнется в стране и в сознании людей вот такое понимание, тогда эта проблема государственного уровня начнет решаться. Потому что к власти будут приходить люди уже именно с таким пониманием, с таким сознанием. И они прежде всего будут заботиться о том, чтобы у людей было жилье, чтобы у людей была достойная зарплата, чтобы люди уважали и любили друг друга. И тогда как бы получается будет уже своеобразная сцепка идти. И люди будут желать жить без усталости, жить достойно. И государство будет прежде всего заботиться о том, чтобы помочь людям преодолеть эту усталость и вообще даже, чтобы она практически не возникала у них. Я считаю, это будет как бы своеобразный идеал. И прежде всего это я так думаю и есть новая эра всемирного сознания. Еще хотелось бы отметить такой аспект. Это собственно откуда возникают желания? Ведь чтобы человеку реализовать свое желание, оно должно быть действительно его желанием. Часто случается так, что люди цепляют чужие желания. Ведь мы живем в пространстве своего сознания и все люди в принципе взаимодействуют друг с другом осознанно или неосознанно. Но человек, например, глядя на соседа может захотеть такой же автомобиль, такой же телевизор, такую же квартиру, но в принципе ему оно действительно может быть и не нужно. но это желание начинает жить своей жизнью в человеке. Я думаю именно как бы этот аспект вопроса по усталости нам нужно будет с тобой подумать, поразмышлять какой-то из следующих передач. Потому что действительно опять же эта проблема очень актуальна и часто встречается практически у каждого человека. Но сейчас я думаю что все-таки надо допонять в чем же действительно еще проявляется эта усталость и как можно было бы ее снимать именно ежедневно. Я когда наблюдаю опять же за окружающими меня людьми а также в принципе и за собой когда наблюдаю своеобразно со стороны я начинаю понимать насколько важно иметь внутри ощущение того что как бы ты ищешь ты ищешь свой путь ты развиваешься по своему направлению и я замечаю что очень часто например практически каждый человек задается вот таким вопросом что я делаю почему я делаю что-то именно так а не иначе возможно я делал что-то не то что я должен был делать то есть человек размышляет и про себя и вслух не обвиняя себя а просто старается понять и основываясь на таких заметках я начинаю опять же понимать что необходимо каждому человеку в жизни обязательно найти себя и если человек находит тогда как бы вот эта усталость она если даже и есть но человек получает эту усталость от движения по пути своего какого-то любимого дела по пути развития какой-то своей темы ну одним словом когда человек идет по своему пути и возникает усталость она будет совсем другая она будет как бы не такая тяжелая какая-то отягощающая она будет легкая даже где-то приятная как нега какая-то вот поэтому я думаю что очень важно еще понимать что нужно каждому человеку иметь свою собственную как бы линию жизни свое место найти открыть его правда что человеку необходимо найти себя но вот здесь я еще вижу одну проблему в том что человеку зачастую не дают это сделать человек у родителей есть какие-то свои желания свои представления о ребенке и ему зачастую подсовывают совершенно не его интерес положим там отцу хочется чтобы он стал например журналистом а ребенку хочется быть к примеру психологом но его переубеждают что вот психолог это не то и нужно тебе идти в журналисты так ребенок идет в журналист а потом в связи с тем что переучиваться зачастую и долго и сложно и нужно на это тратить деньги он так и может работать в той профессии в которую его засунули по какой-то причине может быть кто-то из родителей считает что это прибыльно или еще как-то но даже получая деньги человек просто не будет счастлив так как не занимается тем к чему он был предназначен и какова истинная его цель в этой жизни чем он должен был заниматься то есть не реализованная собственно карма человека он должен стать нефтяником а ему пришлось идти в математике да он может быть успешным то есть зарабатывать деньги но не будет счастлив я думаю это проблема вообще комплексная как бы да это и ответственность родителей это ответственность педагогов в детском садике учителей в школе и опять же даже я бы сказал и государственная ответственность потому что опять же мы с тобой уже очень часто это говорили но я вижу что про это надо говорить потому что эта проблема она постоянно и со многими аспектами жизни очень связана нашу систему образования которая я даже бы сказал существовала потому что я не хочу говорить что она существует она существовала вот надо ее убирать устранять она прежде всего то есть именно образование воспитание детей оно должно помогать найти в каждом человеке в каждом ребенке именно вот этот вот индивидуальный стержень какие-то предрасположенности какие-то таланты возможности чтобы ребенок уже самых ранних лет он начинал развиваться развиваться как своеобразный вот этот вот цветок бутон распускаться и когда он начинает работать чтобы он уже четко знал что он работает именно там где он хочет то есть он развивает именно ту сферу которой лежит его душа и тогда естественно не будет вот таких вот проблем о которых ты сказал что человек получил одно образование потому что там родители посоветовали ему да и он освоил его а потом понимает что это не то и начинает осваивать другое образование возможно и третье то есть а весь этот период пока он как говорится не нашел себя он своеобразно страдает потому что он чувствует что он занимается не тем чем он должен заниматься вот то есть насколько важно всегда по жизни понимать что что бы человек не делал как бы он не думал любая его мысль любое его действие оно как бы нанизывается на копилочку его развития и тогда у человека будет всегда опять же по жизни счастье то есть я бы сказал так давайте стараться замечать стараться помогать каждому человеку отыскать неповторимость в нем то есть надо помогать распускаться вот этим вот цветочком особенно этим детям как бы возвращаясь к нашей теме о усталости я понимаю что прежде всего нужно заниматься именно тем что нужно то что необходимо то что нравится человеку то что когда он делает или реализует он получает как бы внутреннее ощущение счастья и удовлетворения ощущение что он двигается в правильном направлении вот это вот важно вот только такие знания нужно давать только такие подходы должны быть я считаю только такое общение должно быть между разными людьми то есть не только между взрослыми и детьми но и также между друзьями между мужем и женой то есть общение всегда должно быть я бы сказал конструктивным приятным понимающим должно быть для того чтобы не сливать грязь друг на другом а для того чтобы наоборот стараться в каждом слове в каждом действии поддержать человека подчеркнуть его значимость что он даже если он где-то еще не нашел какое-то свое место он его обязательно найдет он реализует то что он может реализовать то есть какие-то свои потенциалы главное всегда не сдаваться искать и делать и тогда как говорится результаты они обязательно будут себя обнаруживать и человек потом уже когда посмотрит вокруг увидит эти результаты и он поймет что он действительно на своем месте действительно он уже многое сделал многое достиг и вот я считаю тогда это будет правильно хотелось бы еще поговорить на такой аспект усталости скорее тот аспект который помогает избавиться от усталости это отдых что человек делает когда он устал он зачастую приходит домой включает телевизор и якобы пытается отдохнуть но на самом-то деле если он смотрит какие-то новости какие-то передачи которые забалтывают проблему или просто сливают проблему человека то он наоборот приобретает еще больше усталости поскольку его пространство памяти забивается совершенно ненужными вещами существуют такие программы которые заставляют человека и эмоционально уставать он начинает нервничать начинает думать не о том чему нужно поэтому уставшему человеку лучше всего телевизор не включать и новости не смотреть а просто прийти и ну как-то расслабиться пусть хотя бы просто принять теплую ванну с какими-то эфирными маслами которые помогут просто расслабиться принять ванну можно да и еще другие какие-то процедуры расслабляющие вот я думаю конечно это все помогает и действительно снимает и стрессы и снимает усталость относительно телевизора я бы сказал что вот эти вот все новости они и правду формируют усталость очень сильно потому что позитивные какой-то динамики даже вот сейчас мало стараются рассказать людям что-то передать приятное жизнеутверждающее я помню когда мы с тобой говорили по телефону ты говорил мне про такой аспект что раньше по новостям говорили о достижении говорили что вот в этой пятилетке мы там достигли того-то 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 и у людей возникал дух патриотизма и независимо от того там человек токарь не токарь там сколько он проработал но у него все равно поднималось патриотическое желание сделать еще больше и у него не было такой усталости но сейчас же когда включает новости потом всегда действительно какой-то абсолютный пессимизм негатив и делать вообще ничего не хочется если даже и смотрит телевизор человек тогда уже лучше включить тот канал или же ту передачу которую вам именно захотелось посмотреть тот фильм который вам подходит под настроение который вам позволит расслабиться да вот ну или еще возможно там какие-то программы ну то есть именно то что вам нужно что вам необходимо тогда это будет более правильно нежели просто человек пришел после работы на диван лег и включает телевизор и все подряд смотрит начиная от любых программ от новостей от рекламы которая старается кстати тут же можно сказать грязь сливать да то есть я считаю надо быть с этим очень аккуратным и не позволять формировать еще усталость через средства массовой информации я думаю что здесь также еще нужно сказать что очень важно научиться чувствовать именно этот момент усталости и понимать как вы от него можете избавиться то есть если для одного это может быть отдых для второго человека это может быть общение с друзьями с семьей общение может быть но общение никакое не просто общение там пересказываются возможно какие-то события жизни но может быть даже какое-то общее дело поэтому опять же возвращаясь к этой проблеме я думаю что всегда важно именно формировать понимание понимание в семье понимание в коллективе и в кругу своих друзей и тогда там будет все нормально только вот непонимание человек начинает искать все-таки какие-то точки соприкосновения какие-то возможности реализации себя и соответственно там где его понимают и принимают туда он и идет это же логично там где принимают туда человек идет а там где не принимают он оттуда уходит то есть если дверь закрыта как он зайдет туда получается никак человек может зайти только туда там где дверь открыта поэтому уважаемые наши телезрители старайтесь перед своими близкими и родными и перед теми людьми, которые вам дороги, не закрывать двери. Старайтесь сформировать прежде всего понимание. И тогда этой жизненной усталости от того, что вы находитесь вместе, её не будет. Здесь хотелось бы несколько отвлечься от темы и добавить такой момент, что когда происходит какое-то обучение, каким-то знанием, то возникает вопрос, как их применять и как их применять бесконфликтно. Но здесь хотелось бы отметить такой момент, что человек может вместе со своей семьёй развиваться и развивать себя. То есть если, положим, кто-то из семьи один занимался энергологикой сознания человека, то он может найти что-то общее для своей семьи и идти вместе в ногу с ними. И это будет его дело, его идея. И им будет вместе легко, дружно, нежели если каждый будет, положим, изучать совершенно разные аспекты жизни. Там один будет заниматься йогой, другой будет заниматься каратэ, другой будет заниматься рисованием. И если между ними ничего не будет общего, то весьма действительно будет сложно. Им необходимо что-то делать вместе и как-то идти вместе в ногу со временем. Когда мы с тобой опять же говорили по телефону, ты ещё упоминал о том, что очень неправильно составлен график рабочей недели. То есть люди непропорционально, непропорциональное количество времени работают, непропорциональное количество часов отдыхают. Эту информацию я впервые услышал от Сислава Сола, когда он рассказывал вообще как бы про отдых, о взаимосвязи этих пропорций. И я вспоминаю как бы эти вот слова, эти вот знания, что у нас в принципе получается очень неправильно то, что существует как бы с понедельника по пятницу подряд 5 рабочих дней. И мало того, что они существуют все подряд, и рабочие дни, график этого рабочего дня у каждого человека, он очень насыщенный, то есть очень много рабочих часов у нас ещё. А промежутки даже времени, они очень маленькие для человека, он не успевает расслабиться, не успевает отдохнуть. И даже если взять опять же тех же самых детей, вот, для них эти 5 дней подряд, которые они учатся, это просто какой-то ужас. Они уже, можно сказать, с понедельника ждут наступления пятницы. Равно как и взрослые. Начиная работу в понедельник, они уже ожидают этой пятницы, когда могут расслабиться и наконец могут отдохнуть. То есть получается 5 дней жизни из 7 дней в неделю у человека своеобразно как бы формируется в такой слепок ожидание, что он будет жить только тогда, когда наступят выходные. А все эти 5 дней своеобразно вычеркиваются, почти вычеркиваются из жизни. То есть я считаю это неправильно. То есть у человека, как опять же говорил Сесла Соло, график рабочего времени и возможность отдыхать должны быть построены именно таким образом, чтобы человек не только мог тратить время на зарабатывание денег, но и мог с помощью этих заработанных денег купить себе продукты, отдохнуть и еще иметь время на то, чтобы заняться творчеством. То есть стараться раскрывать свою душу, свой потенциал внутренний. Вот это вот очень важно. Хочется отметить такой аспект, что люди зачастую пытаются снять усталость при помощи алкоголя. Да, действительно, это имеет место быть. И Сесла Соло в книге «Астральное тело», в первой книге «Эпопея астрального тела», у него есть глава «Алкоголик», где он описывает, как действительно алкоголь помогает снять усталость, что иногда необходимо открыть форточку и полностью проветрить душу, что этот метод действительно работает. Но зачастую у людей бывает так, что они эту форточку открывают и сами вылетают в форточку. То есть алкоголь становится привязкой, зависимостью и пагубной привычкой. Люди просто губят свою жизнь. Можно один раз в месяц открыть форточку, но при большой необходимости два раза, но не более, не стоит увлекаться этим. Люди, накапливая усталость, пытаются её запить, но проблемы-то тем не снимаются. Кто-то пытается найти другую пагубную привычку, кто-то пытается заедать, либо много курит. Один раз, может быть, это и неплохо, но постоянно иметь пагубную привычку, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому нужно искать какие-то другие методы снятия этой усталости. Это своевременное замечание, кстати, по алкоголю, потому что, я думаю, так поступает достаточное количество людей. И я сейчас, даже размышляя, слушая твои слова, у меня прометнула ещё такая мысль, что если человек старается снять усталость, даже с помощью алкоголя или ещё чего-то, то прежде всего он это должен делать как бы от себя. То есть если он даже применяет этот алкоголь, значит он должен понимать, для чего он пьёт этот алкоголь, то есть для какого состояния. Если он внутри чувствует, что он достиг вот этого состояния уже очищения, то есть как бы усталость уже ушла, значит, соответственно, ему получается дальше уже и пить не нужно. Он может взять эту бутылку, выкинуть в мусор. И я это вспоминаю, кстати, так оно как бы именно в романе Соло и подсказывало, как вариант. Если вы пьёте для того, чтобы снять усталость, и вы почувствовали, что вы этой цели уже достигли, у вас внутри стало легко и свободно, тогда уже продолжать пить не нужно. Всё, что бы там ни было в бутылке, в мусор. Это всё лишнее. И тогда получается, как бы, это идёт от человека. То есть именно человек первичен, он, получается, снимает эту усталость. Соответственно, и в жизни, я вот понимаю, что и в других каких-то способах, вариантах, механизмах, инструментах снятия усталости, прежде всего нужно стремиться, чтобы все ваши действия, они исходили от вас. То есть не кто-то или что-то извне вам предлагало, давай я тебе там сниму усталость, то есть а вы, как бы, даже в этот момент, возможно, ещё и не устали, а кто-то за вас решает, давай там тебе сниму усталость, да, вот, или скажет, там, ты устал. То есть это немножко другой аспект. Прежде всего нужно ориентироваться на внутренние ощущения. И уже совсем, конечно, другой аспект. Если ваше внутреннее ощущение совпадает с тем, что, как бы, и среда помогает вам снять усталость, но прежде всего вы исходите из себя и чувствуете, что это правильно и логично, тогда всё нормально. Очень важно окружать себя теми людьми, которые тебя понимают, с которыми интересно общаться. Кстати, я бы даже, вот именно, как говорится, ну, произнеся эти слова, хотел бы приглашать к нам в нашу энергобеседку и других зрителей, которым интересно наше общение, интересно поучаствовать. Вот, я бы с радостью, как говорится, тоже поднял бы какие-то новые вопросы, новые размышления, новые аспекты какие-то, вот, потому что всегда интересно знакомиться с новыми людьми и, соответственно, находить точки соприкосновения. Вот, я приглашаю к общению наших телезрителей. Да, Велиня, я поддерживаю твоё приглашение. Действительно, очень интересно знакомиться с новыми людьми. Бывает так, что знакомишься с самой неожиданной ситуацией, и человек оказывается настолько интересен, настолько интересно с ним разговаривать, что даже, наверное, удивляешься месту, в котором с ним познакомился. Общаясь с людьми разных возрастных категорий, я наблюдаю такой момент, что, вот, к примеру, дети, они жизнерадостные, они к чему-то стремятся, у них много сил. Если посмотреть на людей более старшего возраста, людей, например, которые закончили институт, далеко не за каждым я замечаю то, что у него есть какое-то устремление, у него есть уже какие-то конкретные соревновавшиеся желания, которых он пытается достичь. Но уже такой устремлённости я вижу меньше. К более старшему возрасту, более зрелому, конечно, не у всех, но я наблюдаю, что ещё меньше интереса, ещё меньше интереса к жизни, больше накапливается усталость. А если посмотреть ещё дальше, уже совсем на стариков, то ещё меньше людей, у которых есть какое-то стремление, интерес что-то узнать, интерес что-то сделать, уже этой усталости ещё больше. Поэтому можно сказать, что старость — это накопленная усталость, усталость от нереализованных желаний, от большого количества ненужной информации, от недопрочувствованных эмоций, от эмоций, которые человек не отпустил. Ты понимаешь, кстати, получается, само состояние старости и усталости, они тесно взаимосвязаны. Вот когда я наблюдаю за людьми, ну, уже достаточно пожилого возраста, я вижу, как они не понимают даже, не успевают за изменениями, которые происходят в обществе, за техническим прогрессом. Они больше живут в своих воспоминаниях, представлениях каких-то жизней, а ведь мир меняется, всё меняется, то есть ничто никогда не стоит на месте. И я замечаю, что чем больше в людях существует какого-то непонимания, какого-то непринятия, тем больше это всё у него формирует состояние усталости. То есть всегда надо идти в ногу со временем. понимать, что, как и почему вокруг происходит. Нужно учиться, как подсказывал и мне на занятиях, Сислав Соло, и практически я смотрю везде, он это подсказывает и другим людям, что нужно прежде всего учиться объяснять весь окружающий мир по-своему. человек, как правило, замкнут в своём мире и со своими проблемами, и он, как муха, действительно не видит форточки. что человек может сделать в тот момент, когда он ощутил эту усталость, он понял, что у него нет сил. Необходимо заняться чем-то совершенно другим. Хотя бы на какой-то момент забыть забыть все свои проблемы, забыть кто ты, что ты, что у человека есть семья, что есть работа. Просто пойти и заняться чем-то другим. Тем, что нравится. Попробовать почувствовать, что необходимо. Может быть, пойти порисовать, может быть, пойти погулять в лес, может быть, что-то купить, может быть, что-то съесть, может быть, заняться спортом или каким-то творчеством, там, танцами. Я знаю, что в любом случае человек может найти хотя бы час в неделю, два часа, три часа в неделю, чтобы заняться чем-то своим, уделить себе внимание. То есть найти личное какое-то пространство, побыть именно в контакте с самим собой, что часто бывает очень необходимо. Также, если человек вдруг чувствует, что у него есть какая-то телесная усталость, то он может заняться просто спортом. Очень хорошо вот эти все эмоциональные заморочки, которые скапливаются в теле, очень хорошо укладываются в движение в спорте. Я не знаю, покачать пресс, побегать, помахать руками, попрыгать. Но вот именно до такого состояния, когда человек почувствует легкость в теле, естественно, не доводит свое тело до шокового состояния. Если человек вдруг не двигался, и тут вдруг начнет он там, не знаю, качать гантелью там два часа, то, конечно, на следующий день все заболит. То есть это должен быть разумный предел, несколько больше, чем он мог бы сделать просто. То есть необходимо натрудить свое тело, потрудиться, но не переусердствовать. Кстати говоря, о физических упражнениях можно было бы рекомендовать книгу Всеслава Соло «Энергоджинн». Там собрана очень хорошая физзарядка, но она не только для тела, она также работает на уровне чувств и на уровне мыслей. То есть если человек будет правильно ее выполнять, то по энергиям он будет очень хорошо сбалансирован. Да, действительно, это же получается выполнение этих упражнений, оно и поможет человеку сбросить усталость, да? Тем более, если человек будет подходить осознанно к процессу выполнения упражнений, то есть он будет понимать, что когда он их делает, он скидывает налет усталости, он скидывает какие-то возможно нереализованные дела, какие-то негативные энергии, вот. И естественно, это все будет формировать в человеке состояние готовности к новым движениям, к новым реализациям и к новым устремлениям. Поэтому, действительно, я с тобой согласен, это очень хорошая рекомендация. Я думаю, что если подсуммировать все, что мы сегодня с тобой говорили, получается, что для того, чтобы снять эту жизненную усталость, нужно находиться в понимании, то есть понимать мир вокруг себя, чтобы тебя люди понимали, нужно заниматься любимым делом, нужно иметь личное пространство, нужно держать свое тело в жизненном тонусе, то есть и заниматься бегом, возможно, там и может танцами, это же тоже получается физическая нагрузка идет, плюс если для кого-то это будет хобби, это еще лучше, если вы ставите желания, также очень важно понимать, что их нужно доводить до конца, потому что если что-то не доделано, а намечено, это также получается формирует усталость, надо быть всегда внимательным, нужно прислушиваться к своему физическому телу, к состоянию своего сознания разума, если возникает какой-то налет усталости, то есть вы чувствуете, что вы хотите что-то делать, ну, уже как бы и хотели бы, но возможно не получается, значит отдохните, наберитесь сил, посмотрите на себя со стороны, и я думаю, что у вас все получится. Спасибо тебе Рации за сегодняшнее общение, я думаю, что тема получилась интересной и множество нюансов определенных ты мне сегодня подсказал, вспомнили мы и передачи соло, и книги соло вспомнили, потому что все оно действительно взаимосвязано и помогает устранять эту усталость, и я думаю, что и нашим телезрителям эта тема будет полезна. Я еще раз приглашаю всех к общению, мы будем рады и пригласить вас в нашу энергобеседку, потому что общение у нас свободное, нет ограничений по темам, по времени, мы приглашаем всех вас и будем рады видеть в нашей передаче, в нашем выпуске, в одном каком-то из следующих выпусков. Мира вами добра, удачи! Спасибо, Велений, пока! Субтитры Субтитры Субтитры